МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В начале прошлого века акушер Роберт Хаус из американского города Фейс отметил, как роженица под воздействием наркоза легко вспомнила, где лежит забытая в доме вещь. Акушер сделал вывод. Есть вещество, способное вытащить из памяти человека любые сведения. С этого маленького эпизода начинается история препарата, который называют сывороткой правды. В 2007 году в Индии двум подозреваемым в серийных убийствах полицейские вели сыворотку правды – пентатал. Препарат буквально заставил бизнесмена Манендера Пандера и его помощницу Коли признаться в 40 убийствах. Они даже указали место, где спрятали 17 тел. Через год индейские власти провели похожую операцию. На этот раз с террористом по имени Мохаммед Касаб. Он был единственным, кого удалось схватить живым после серии терактов в Мумбаи, когда погибли 200 человек. После введения сыворотки правды удалось выйти на след организатора теракта. Им оказался проповедник Абу Хамза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в деле нет никаких зацепок, когда счёт идёт на секунды и на кону жизни людей, то применение сыворотки правды не просто возможно, необходимо. И всё-таки используют её редко. Хотя бы потому, что в криминальной психиатрии на подобные манипуляции необходимо согласие пациента. Мы же не можем его связать и не вводить лекарства. Ему объясняют, ведётся то-то и то-то. Ему объясняют, что это безопасно. Он даёт на это согласие сам. Я не беру работу со шпионами. Я беру судебно-психиатрическую практику. В СССР разработку препарата, который развяжет язык любому человеку, курировал Комитет государственной безопасности. Токсикологическая лаборатория Всесоюзного института экспериментальной медицины начала работу ещё до Второй мировой войны. Но каких результатов там достигли, неизвестно и поныне. Руководителя лаборатории Григория Майроновского в 1951 году объявили врагом народа. Как стало известно позднее из материалов следствия, действия различных препаратов проверяли на заключённых, приговорённых к высшей мере наказания. Бывшие сотрудники КГБ по-прежнему хранят тайны, как из проворовавшихся бухгалтеров и директоров предприятий вынимали признание. О силовой фармакологии, как правило, вспоминают диссиденты. Семён Глузман и Владимир Буковский написали книгу «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В ней они рассказывают о том, как происходит допрос с применением препарата. Существует метод так называемого аметаллового интервью посредством внутривенного введения аметаллнатрия. Через секунды после введения у испытуемого наступает непродолжительное состояние опьянения, сходное с алкогольным, затем переходящее в глубокий сон. Из книги «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В феврале 1949 года главу Венгерской католической церкви кардинала Иосифа Миндженти признали виновным в измене Родине и шпионаже. Ярово противника коммунистов, которых кардинал считал оккупантами, новые власти приговорили к пожизненному заключению. Но свои признания на суде Иосиф Миндженти делал столь механически, что многие и сегодня подозревают. Священнику ввели специальный препарат. В арсенале специальных служб всего мира, в том числе, наверное, и России, есть всё необходимое для отправления тех обязанностей, которые предписаны им Конституцией и Законом. Ну, что касается сыворотки «Правда», это, я бы сказал, такое общее название, наверное, многих препаратов, которые используются. Давно существует принцип растормаживания. Человеку вводят вещества противоположного действия. Одно возбуждающее, повышающее настроение, вызывающее эйфорию, а другое – успокаивающее. И вот на поверности этих действий, возбуждение и успокоение, у человека развязывается язык. К сыворотке «Правда» с этих позиций можно отнести водку, коньяк, всё, что вызывает подъём настроения. Спецслужбы многих держав взяли на вооружение сыворотку «Правды». Однако все скрывают побочный эффект, который не смогли победить фармакологи. При введении препарата человека можно так растормозить, что все моральные нормы рухнут в один момент. Путь до актуализации бессознательных каких-то посылов. Бессознательных посылов, как описал Фрейд, да, различных инстинктов жизни, смерти, различные страхи. Чаще всего, конечно, их локализация находится в детстве. У многих из нас есть неразрешённые детско-родительские отношения, да, которые как раз под действием этих препаратов могут актуализироваться и всплывать на поверхность. Что произойдёт, если рядом с пациентом, находящимся в таком состоянии, не окажется грамотного специалиста, психолога, а ещё лучше психиатра. И если не будет подготовлен антидот, противоядие. Эксперты говорят, сознание человека может измениться навсегда. Всех, без исключения людей, связанных с разработкой эликсира истины, интересовал вопрос, можно ли подготовить своё сознание так, чтобы оно противостояло сыворотке. Специалисты говорят, твёрдое нет. Психофармакология позволяет менять вводимые вещества. Они могут быть разными по составу и в любом случае разговаривают испытуемого. Однако реакция мозга на сыворотку правды до конца не изучена. У нас наш бортовой компьютер многоэтажный. В одном месте лежат реальные факты и события, запоминаемые нами. В другом месте – желаемые. В этом месте просто фантазийные какие-то. Поэтому всё, что развязывает язык, должно восприниматься очень осторожно. Есть и ещё один побочный эффект. Человек под влиянием препарата может не только рассказать всё, что знает. В это время ему в сознание можно вложить любую информацию. То есть чужая фантазия станет реальностью в памяти человека. Человека вводят в некоторое неопределённое состояние, подораживающее, обескураживающее, дезориентирующее его. И тем самым в этом состоянии человек может рассказать о себе всю правду. И не только о себе, о своих близких, родных. И стать тем самым более внушаемым даже. В этом состоянии можно человеку дать определённую информацию, в которую он поверит. Эффект сыворотки правды длится примерно 60 минут. Когда препарат начинает действовать на мозг и нервную систему, человек сам хочет разговаривать. И это желание излить кому-нибудь душу настолько велико, что для него нет запретных тем. Сегодня почти все специалисты, знакомые с эффектом сыворотки правды, делятся на два лагеря. Одни оправдывают такие методы сбора информации и даже хотят поставить их на поток, ссылаясь на успешный опыт ряда стран. Другие утверждают обратное. Громкие преступления, раскрытые с помощью этих препаратов, можно по пальцам перечесть. А стран, которые признаются в применении таких методик, и вовсе единицы. Одно из самых нашумевших преступлений 2012 года. Человек, известный как Красный Джокер, в июле расстрелял зрителей на премьере фильма о супергерое Бэтмене. 12 убитых, 68 раненых. Задержанный по подозрению в совершении преступления Джеймс Холмс свою вину признать отказался. Его адвокаты заявили, в момент совершения преступления их подзащитный был невменяем. Судья решил, узнать истину поможет только сыворотка правды. Впрочем, большинство дел, где следователи или спецслужбы используют этот препарат, проходят под грифом секретно. Это очень избирательная технология работы. Вот человек совершил убийство или изнасилованный. Если преступления доказаны и поддаются доказательности в обычном правовом поле, никто не будет применять эту сыворотку правды. Однажды в сибирской тайге убили егеря. Убийцу поймали, но он все отрицал. А после введения сыворотки правды он сознался в убийстве и рассказал, где оно произошло, куда он спрятал тело и назвал подельников. Когда преступление не очевидное, а подозреваемое и есть. И 90% за то, что этот человек совершил преступление, тогда сыворотка правды очень помогает. Французские криминалисты использовали сыворотку правды при допросе Андрея Сенса, которого подозревали в пособничестве нацистам. В полубессознательном состоянии Сенс сказал «да». На этом основании суд признал его виновным. Оперативные работники про раскрытие преступлений балансируют на грани фола, исполняя требования закона. Негласно досмотре квартиры, наружное наблюдение, прослушивание. Но когда я вижу, что средства, которые применяются для раскрытия преступлений, перечень которых я сказал, пытаются превратить в доказательство по делу, меня берут утро, потому что я в практике и в прошлое, и сегодняшнее знаю, с чем это все связано. Председатель Совета безопасности России в конце 90-х Иван Рыбкин подтверждает, в Советском Союзе сыворотка правды была, и ее активно использовали спецслужбы. Подчеркнув, что у специальных служб России есть за пределами, по крайней мере, запрет на применение многих вариантов действий, которые были вполне уместны в не таком уж далеком прошлом. Там два десятка лет назад, три десятка, четыре десятка и пять десятков. Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Владимир Калиниченко подтверждает, с началом перестройки он несколько раз сталкивался с последствиями грязной работы спецслужб. В лихие 90-е жертвой сыворотки правды мог стать любой человек. Он попросился в туалет, со второго этажа, головой вниз и покончил с собой. Но вопрос-то заключается в другом. Я об основном подозреваю, что там был психотроп. Но я в судебном заседании добился приобщения к делу двух явоксповенных, написанных в ту ночь. Так вот, это был бред, простите меня, силой и кобыл, по содержанию явоксповенных, которые, конечно, не вошли в обвинение. Но вопрос в том, что я прекрасно видел, что такое были психотропные препараты. В наследство от советской, российской психиатрии досталась огромная теоретическая и практическая базы фармпрепаратов для растормаживания мозга. И для опытных врачей удивительно слышать, что спецслужбы используют какие-то уникальные технологии. Все они давно известны. Металлкофейное растормаживание использовалось в психиатрии уже много лет и используется как острое средство для решения каких-то таких вопросов, когда надо снять немножко напряжение в пациенте. Это используется при кататоническом ступоре. Если пациент, например, не может нормально питаться, то в таких случаях это действительно используется. Незаменимы подобные препараты и в реабилитации людей, получивших психологическую травму в горячих точках при так называемых истерических психозах. Могут быть такие запредельные травмы, когда человек находится в таком состоянии, когда он выключает как бы сознание. Для того, чтобы снять вот эту тяжесть, делали такое металлкофейное растормаживание. Это лечение отдельных форм шизофрении, тоже как острое средство использовали. Кофеин, кодеин, аметалл натрия. Этими препаратами пользуются уже больше ста лет. Их невозможно купить в аптеке, но в психиатрических клиниках они есть. Будьте уверены. В шпионских романах и фильмах едва ли не каждый секретный агент носит с собой ампулу, которая может развязать язык любому человеку. Неудивительно, что многие хотели бы приобрести такой чудо-препарат. Впрочем, известный американский исследователь конспиролог Дэн Браун, автор нашумевшего кода да Винчи, считает, если совершенная сыворотка правды и существует на самом деле, мы с вами об этом вряд ли узнаем. Слишком сильное это оружие. Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова